МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда ехать и на какие траты рассчитывать? Турагентство Сургута зафиксировали всплеск числа бронирований путевок к морю. Какие направления привлекают туристов? Почему? И откроют ли из нашего города полеты в Турцию? Места отдыха изучал Дмитрий Круковец. Весне дорогу. Когда она окончательно вступит в свои права в нашем городе? И как ее встречают коренные жители Севера? Что прогнозируют метеорологи? И когда обь вскроется от ледяного покрова? Выясняла Юлия Бабенышева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Новости. Главное». Здравствуйте. Служба информации телерадиокомпании «Сургут Интерновости» и я, Дарья Давыдова. В ближайший час расскажем вам о самых заметных событиях недели. Только главные новости этих семи дней. 18 марта исполнился год с момента, как в Югре был зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Пациентом инфекционного отделения тогда стала Сургутянка, которая вернулась домой из Италии. В тот же день в нашем округе ввели режим повышенной готовности. 31 марта губернатор подписала постановление об обязательной самоизоляции. На кадрах, которые вы видите, съемка от 30 марта прошлого года. Смотрите, как мало людей и машин в центре города. Мы тогда не понимали, чего ждать и к чему готовиться. Режим обязательной самоизоляции в округе длился 4 месяца. Режим для всех, кроме жителей старше 65 лет и групп РИСКО, сняли только 10 августа. Через неделю, в последние месяцы лета 2020-го, Югра перешла на второй этап снятия ограничений 1 сентября на третий. Первую волну ковида проходили в максимально ужесточенных санитарных требованиях. Во вторую было чуть полегче. Сейчас Роспотребнадзор региона фиксирует все же стабилизацию ситуации. Однако ряд ограничений продолжает действовать. Там и запрет на нахождение детей до 14 лет в общественных местах без сопровождения взрослых. И запрет на работу детских, игровых. И невозможность выезда за пределы Югры организованных групп. Исключение лишь спортсмены, что едут на соревнования или сборы. На прошлой неделе первый заместитель главы автономии Алексей Шипилов поручил рабочим группам проанализировать ситуацию, действующий запрет и внести предложение по их снятию, если это возможно. К теме вернулись в этот вторник, говорила главный санитарный врач Югры Майя Соловьева. С учетом того, что 8 марта у нас был праздничный день, большое число людей возвращается у нас из поездок, в том числе и за рубежа. Есть риски, сохраняются риски завоза, которые мы периодически видим. С учетом продолжающегося неблагополучия по УРВИ и гриппу, возможного включения гриппа В в процесс, потому что сейчас сезон для него. С учетом вот этих праздничных дней, длительности инкубационного периода и до конца марта, мы считаем не рассматривать вопрос по снятию ограничительных мероприятий. Вот так, до конца марта. Уже несколько недель на совещаниях поднимают вопрос о послаблении ограничений для кафе и ресторанов. Предлагалось разрешить общепиту работать не до 23 часов, как сегодня, а на 2 часа больше. На заседании оперативного штаба 16 марта за бизнес заступился Николай Евлахов, уполномоченный по правам предпринимателей в Югре. Он отметил, что в прошлом году в разгар пандемии в России и в нашем регионе действовало много мер поддержки коммерсантов. Однако механизмы перестали работать с окончанием 2020-го. Ограничения никуда не ушли. Он предложил дифференцированно подходить к запретам. Части кафе, опять же, хотя бы дать возможность приглашать больше гостей. Сейчас дистанция между столами, по сути, должна сохраняться такая, что помещения заполняются меньше процентов на 30-40, чем могли бы. Мы пообщались с управляющей одной из городских ресторанов. Она рассказала съемочной группе «Сургу-24», поможет ли точке продления времени работы. На что тратятся сейчас руководители кафе и ресторанов в большей степени. Подробности в следующем материале. На вынужденный локдаун кафе и рестораны «Югры» встали прошлой весной. С начала концу лета им дали зеленый свет в случае, если есть уличная веранда. Погода в нашем суровом краю не балует, поэтому чуть погодя разрешили принимать гостей в залах при соблюдении определенных условий. Это обязательное ношение средств защиты персоналом, расстояние между столиками в полтора метра, усиленная дезинфекция, еще некоторые пункты. Из-за одного из них предприниматели, что работают в общепите, сразу вынесли вердикт – потеряем от 40 до 60% выручки. Речь о невозможности принимать гостей в залах с 11 вечера до 6 утра. Но угрожает такое ограничение финансам не каждого ресторана. Если говорим о ресторане «Закичи», на нас это пославление особо и не повлияет, потому что мы не являемся заведением, которое работает круглосуточно. У нас в обычном режиме ресторан работает до 12 часов ночи. Возможно, повлияет на работу других заведений, которые максимально заполняются в более позднее время. Конкретно на нас, не думаю, что оно бы повлияло. Пожалуй, укрепить свои позиции позволило бы послабление на заполняемость залов. Сейчас столы вынуждены ставить чуть дальше друг от друга, чтобы выдерживать социальную дистанцию между ними или рассаживать через столик. Как следствие, разместиться в зале может меньшее количество гостей. Ещё кафе и рестораны кратно увеличили расходы на закупку масок, перчаток, антисептиков и дезинфицирующих растворов. Мы несем расходы именно на средства защиты, то есть мы соблюдаем все нормы, которые предписаны в нашем регионе. Соответственно, это дополнительные расходы. Подходить к ограничениям дифференцированно губернатора Югры просил Николай Евлахов. Уполномоченный по правам предпринимателей отметил, что меры поддержки бизнеса и в России, и в Югре были значительными. Однако многие механизмы перестали работать в конце 2020-го, а ограничения сохранились. Те меры, которые были отложены, обязательства, они сейчас уже должны исполняться в том числе. И, соответственно, те ограничения, которые сейчас существуют, они, конечно же, очень сильно бизнес обременяют. Поэтому хотелось бы, чтобы всё-таки частично снимались ограничения пошагово, поэтапно и дифференцированно. Губернатор, отвечая на обращение омбудсмена, ответила, что считает, что в нашем регионе меньше всего на бизнес было оказано давление в части ограничения его деятельности. Наталья Комарова отметила, что вряд ли запрет на работу заведений ночью колоссально задевает экономику. Если вы считаете, что есть смысл и не будет вреда или не принесёт вреда пересмотр заполняемости залов, ну давайте, пожалуйста, не надо ждать заседания штаба. Есть рабочая группа, постоянно действующая, нужно обращаться, ставить вопросы и двигаться дальше. Вынесен ли на рассмотрение рабочей группы вопрос по разрешённой заполняемости залов в заведениях общепита, пока не ясно. А вот некоторые кафе, судя по всему, невзирая на запрет принимать гостей после 11 вечера, работать продолжают. Об этом свидетельствуют данные доклада Дамира Сатрудинова, руководителя окружного управления МВД. На объектах, деятельность которых запрещена в период с 23 до 6 часов, выявлено было пять нарушений, из которых четыре были допущены индивидуальными предпринимателями и одной юридическим лицом. Вместе с кафе и ресторанами Николай Евлахов обратился к губернатору с просьбой рассмотреть возможность открытия детских игровых комнат. Подумать, можно ли пускать туда ребят группами по часам с обязательной дезинфекцией после каждого коллектива. Мы все взрослые люди понимаем, что обеспечить стопроцентную безопасность для пользователей детскими площадками просто физически невозможно. Больше скажу, затрат на работу по обеззараживанию этих аттракционов, территорий и так далее, больше, чем, возможно, какая-то выгода. Наталья Комарова попросила предметно перечислить возможные варианты, чтобы еще раз посмотреть ограничения режимов для бизнеса. Губернатор подчеркнула, в округе проводили минимизированную, взвешенную политику по запретам в отношении осуществления экономической деятельности. Если последствия есть, если есть негатив, то это в основном связано с глобальными и рыночными итогами. И в большой степени, собственно говоря, бюджетные организации. Но тут мы справляемся, что называется, за счет других возможностей по содержанию организаций, которые оказывают услуги населения. Тему глава региона не закрыла. Губернатор отметила, что приняла во внимание предложение омбудсмена по правам предпринимателей и сообщила, что если есть необходимость, то стоит еще раз подумать над рамками, в которых работает бизнес. Чтобы с одной стороны обеспечить безопасность, а с другой повысить экономическую активность. Валерия Кудрявцева, Дарья Давыдова, Сергей Коликов, Денис Зонов. Специально для программы «Новости. Главное». Росавиация выдала почти 350 допусков авиакомпаниям на выполнение различных международных рейсов. Есть в реестре и Сургут, однако радоваться нам с вами рано, и причин несколько. Во-первых, документ этот – не что иное, как разрешение на организацию перелетов. Не основание, не решение, а только возможность застолбить за собой тот или иной маршрут и время его выполнения. Активация возможна при соблюдении двух условий. Первое – это открытие авиасообщения, право вынести такую резолюцию у правительства России. И второе – твердое намерение перевозчика выполнять такие рейсы. О каких полетных программах речь? Чартерная компания «Азурейр» получила допуск на то, чтобы максимум пять раз в неделю при соблюдении указанных выше условий возить пассажиров в несколько городов Узбекистана. Бухару, Самарканд, Нукус, Термес и Угенч. Кроме того, застолбила за собой два маршрута авиакомпания «Алроса». Раз в неделю она пока теоретически может рассчитывать на полеты из Сургута в узбекскую Фергану или казахстанский Тарас. Сложно представить, что для полноценного воплощения этих планов в жизнь вообще возможно будет сформировать пассажирский поток. Разве что развивать историческо-экскурсионные туры в древние города Средней Азии. Между тем, туристические агентства начали продажу туров из нашего города в Анталью. Рейсы в Турцию уже заведены в систему бронирования с частотой дважды в неделю, начиная с конца апреля. Реальна ли эта перспектива? Что будет, если Росавиация не откроет для международных полетов в Сургутский аэропорт и где планируют провести летний отпуск горожане? Дмитрий Круковец разбирался в теме. Высокий сезон не за горами. Уже точно он будет чуть лучше, чем прошлый от и до испорченной пандемии. Хотя бы потому, что у туристов есть выбор. Во времена месячной самоизоляции, она началась почти год назад, 28 марта, россияне рванули было на моря. Однако гостиницы и санатории, в том числе на южном побережье страны, закрыли. На границе России опустился ковидный железный занавес. Приоткрыли сначала собственные курорты. А чтобы подстегнуть интерес к своим пляжам и санаториям, туристам решили за них доплатить. В августе 2020-го заработала программа кэшбэка за путевки. Эксперимент признали удачным. И на уходящей неделе стартовал уже третий его этап. С 18 марта по 30 июня 2021 года эта программа действует. То есть тур должен закончиться до 30 июня 2021 года. Оплата должна быть произведена до 15 июня 2021 года. Возвращается 20%. Строгая оплата картой мира, она возвращается на туристу. 20% за одну транзакцию. Сумма не ограничена. Можно взять путевку за 100 тысяч, заплатить 100 тысяч, получить 20%. И заплатить следующей транзакцией 50 тысяч, получить еще 20%. Сургутяне, говорят турэксперты, активно пользовались возможностью возврата за путевки. За практически полным неимением альтернативы, прошлым летом самолеты из Сургута на российское побережье, к Черному, Каспийскому, Азовскому, Балтийскому морям, были забиты едва ли не до отказа. С запуском третьей волны кэшбэк программы ситуация аналогичная. В тройке лидеров сезона «Осень-Весна» пока Сочи, Байкал и Калининград. Туры в Краснодарский край на лето также начали продаваться весьма активно. Мы таким образом поддерживаем низкий сезон, поддерживаем подроссель, поддерживаем занятость, ну и самое главное, поддерживаем наших граждан на более доступные поездки, путешествия весной, ранним летом и, конечно же, всеми любимые майские праздники. С 10 августа прошлого года Россия возобновила авиасообщение с Турцией и с того момента продажи на это направление растут. Недельную путевку на двоих в хороший пятизвездочный отель с перелетом из Москвы на весенние каникулы можно купить за 50 тысяч рублей. Летом, безусловно, спрос выше, а значит и цена дороже. Я бы хотела с ребенком съездить в Турцию. Какие даты у вас? Так, март с 24-го и, ну, ориентировочно 7-8 дней. Детские каникулы? Да, на каникулы. Елена Сульженко решилась на зарубежное путешествие впервые в жизни. Раньше предпочитала российское направление, тем более есть к кому съездить. Однако, считает сургутянка, пришло время попробовать что-то новое. Не в сезон, это летом я обычно езжу в Крым на море. У меня там мама живет, у меня там дача. А вот в такое время, как бы, ребенка каникулы решили в Турцию. Это наша первая путевка, как бы, за границу, первая поездка, поэтому такое приняли решение в Турцию поезжать. В турагентстве помимо стандартного договора оформления билетов, страховок и прочих сопроводительных бумаг рассказывают клиентам о правилах. Это и обязательное ПЦР-тестирование, и действующее ограничение, и необходимость заполнения специальных анкет при въезде в некоторые страны. К слову, противоковидные нормы туристов не пугают. К их присутствию за год все уже, похоже, привыкли. Все мои друзья и знакомые, кто переболел уже, они все заразились, да, и заболели, не выезжая никуда. Поэтому можно заболеть где угодно. Не обязательно в Турцию уезжать для этого. Почти все страны требуют наличия отрицательного ПЦР-теста на английском языке, который должен быть не старше 72 часов до вылета. Исключение Танзания. По возвращению из-за рубежа, включая Занзибар, турист должен вновь сдать тест и в течение трех дней загрузить результат на госуслуги. Это дополнительные издержки. Анализ для одного пассажира, следующего туда-обратно, в аэропорту, будет стоить 5,5 тысяч рублей. Для российских курортов таких требований нет. Бронирует очень круто. Лето у нас глубоко уже продается, вплоть до октября. Конечно, Турция. Это первое место. Турция по ценам, если честно, очень хороша с вылетами из Москвы, из Уфы. Сейчас очень выгодно, круто бронировать, поэтому все пользуются, потому что оплата туроператора, ее не требуют 100%, но и моментально. То есть 20-50% в зависимости туроператора предоплата и остатки за месяц до начала тура, соответственно. Это не обязывает людей здесь и сейчас выложить большую сумму, что после прошлых событий очень пугает. В общем, поэтому брони глубокие. Турция на первом месте. Россия на втором месте. Ну а дальше все, что открыто, хорошо заявляет себя Египет, правда, на регулярных рейсах. Десятидневная путевка с перелетом и питанием для двух взрослых и ребенка. В начале июля в Геленджик обойдется минимум в 128 тысяч рублей. Отдых в трехзвездочном пансионате в центре Сочи от 190 тысяч, в Крыму от 140. Стартовали продажи туров из Сургута в Анталью. Цены на этапе раннего бронирования при тех же условиях начинаются от 138 тысяч рублей. Плюс расходы на ПЦР-тестирование. Но сургутяне, опрошенные нами на улицах города, пока чаще склоняются к внутрироссийскому отдыху. Видите его в Анапу. Почему не за границей? А что там делать? Ну как-то нам здесь хорошо. Россия, матушка? Что? А куда еще? Цены какие сейчас? Турция, цена вообще скаканула. Ну то есть за границей вообще не вариант. Даже не рассматривая то, что откроют, если. Крым дорого очень, равносильно. Сочи тоже очень дорого. Но остается только ближайший пригород, скажем, дача. В Сочи планируем. Почему? По специальности. Это как? Ну по недвижимости, как бы и отпуск, и отдых, и работа. В расписании сургутского аэропорта предварительно уже заведены рейсы по южным направлениям. Мы проанализировали периодичность и стоимость на одного человека. Все данные по ценам приводим на начало июля. В Сочи с приходом лета ежедневно планируют летать «ЮТЕЙР». Стоимость пока от 12 тысяч рублей. Дважды в неделю в пригороде и жемчужины Краснодарского края будут садиться лайнеры «Нордвинд» из нашего города. Цена аналогичная. Полетная программа в Крым стартует 30 апреля. Заявились пока три авиакомпании. Уральские авиалинии, «Нордвинд» и «Ямал». «ЮТЕЙР» сделает ежедневными полеты в Краснодар и Анапу. В Геленджик базовый перевозчик «ЮГРЫ» будет летать по вторникам и субботам. Появился и рейс в Анталию. «Азур-Эйр» запросила такой слот по средам и субботам. Гарантий, что «Росавиация» выдаст разрешение на рейсы из нашего города нет. Однако в турфирмах уверены, распутевки продают, вылеты состоятся. Если одобрение не получат, самолеты в Турцию все же отправятся, но с посадкой в одном из открытых международных аэропортов для прохождения погранконтроля. Дмитрий Круковец, Денис Зонов. Специально для программы «Новости. Главное». Спрос на иностранную валюту для зарубежных поездок может стать одной из причин ослабления рубля. Так считает аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Мнение эксперта опубликовала российская газета. Он отметил также, что вторая половина года традиционно более слабая для рубля, в том числе из-за увеличения выплат по внешнему долгу и дивидендов иностранным инвесторам. На уходящей неделе рубль вновь лихорадила. Произошло это после высказываний президента США Джо Байдена о вмешательстве России в американские выборы. Сегодня ситуация уже начала стабилизироваться. Многие из нас в основном не замечают подобных скачков валюты. Как правильно заметил Александр Клишин, председатель Хантамансийского регионального отделения Российского союза налогоплательщиков, зарплату мы получаем в рублях, тратим в магазинах тоже целковые. Курсовую разницу можно сильно почувствовать, когда хочешь приобрести какой-то импортный товар, например, бытовую технику. Финансовые аналитики, между тем, на уходящей неделе заявляли, что Россия прошла кризис, вызванный коронавирусом лучше других стран. РБК также пишет, что экономика нашей страны дополнительно укрепится в 2021 в связи с повышением стоимости нефти. А теперь давайте уйдем от больших экономических векторов. Можно ли правильно использовать ситуацию, которая сейчас складывается на рынках? Давайте представим, что дома есть энная сумма, которую скопили на определенные времена. Стоит ли оставить ее в загашнике или лучше куда-то вложить, чтобы деньги работали? И во что инвестировать? Практические советы и финансовый прогноз от председателя Хантамансийского регионального отделения Российского союза налогоплательщиков Александра Клишина в эфире программы «Новости главное» прямо сейчас. Александр, рубль опять упал, доллар снова растет, в мире кризис посткоронавирусный и даже еще пока, наверное, коронавирусный. И многие сегодня озабочены вопросом, что делать, как удержаться на плаву в это непростое финансовое время. Вот как к эксперту в области финансов, к человеку, который разбирается в вопросе денег, вот такой, наверное, простой вопрос. На сегодня выгоднее копить или все-таки нужно во что-то вкладывать? Нет понятия на сегодня. В принципе, всегда всем понятно, что копить не имеет смысла, потому что инфляция внутреннего рынка, она всегда существует. И она, в принципе, жирает ваши деньги всегда. Да, независимо от того, в чем вы их копите, на депозитах вы их храните или же вы храните их все под матрасом. То есть уровень инфляции таков, что те же банки, они не будут вам платить с депозитов, не зарабатывая самим. Соответственно, вкладывать и инвестировать деньги в любом случае нужно. Все зависит от того, какой уровень риска вы готовы вынести с точки зрения получения дохода. Большой доход – большой риск, маленький доход – маленький риск. То есть все это должны понимать. И если вы хотите приумножить деньги, то нужно не забывать от того факта, что любое приумножение ведет к определенному уровню знаний. То есть вам нужно понимать, во что вы вкладываете и какую доходность можете получить. Нам государство в том числе дает подсказки, некие лайфхаки из серии возврата 13% с инвестиционных счетов, которые вы вложили. То есть если у вас даже небольшая сумма денежных средств, вы всегда можете воспользоваться теми лайфхаками, которые вам дают с точки зрения тех же возвратов налогов, которые у вас есть. И самый распространенный на текущий момент зарабатывания – это биржа, либо это пифы закрытые, открытые, либо любые инвестиционные продукты, которые у нас предлагают биржевые площадки или же банки. Очень много курсов сейчас есть, всевозможных пройти обучение. Можно буквально за несколько уроков поверхностных, чтобы понимать, что такое рынки. Поэтому возможностей и инструментов инвестирования их много. С точки зрения, если мы говорим про влияние валюты на наш рынок, то обычный средний статистический гражданин в принципе не должен заметить роста курса валют, потому что он зарабатывает внутри страны в рублях и тратит денежные средства в рублях. Если мы говорим об импортных товарах, которые приходят в нашу страну, ну да, они подрастут и вырастут, но есть плюс к нашим импортным замещениям программе, где вроде как внутреннее производство должно развиваться. С точки зрения, если говорить, как изменится курс, могу сказать, что предпосылок для его роста я не вижу по одной простой причине. Во-первых, у нас выборы президента США прошли, да, и в принципе все возможные отыгровки валюты в связи с этим уже произошли. Это первый момент. А второй момент, что Международный банк сейчас говорит о том, что начался третий виток сырьевой революции, да, сырьевого потребления. Это говорит о том, что сейчас вырастет потребление нефти, вырастет потребление газа, увеличится количество производства нефти, что в том числе повлияет на курсовую разницу и курс должен быть, по идее, меньше, потому что в любом случае связка доллар-баррель, да, они всегда идут вместе в нашей стране. Нет ли здесь у нашего населения недоверия к банкам, недоверия любого рода финансовым организациям, вот если возвращаться в 90-е, да, когда ты лег с одной суммой на сберкнижке, а проснулся, твои деньги уже ничего не стоят. Может быть, отсюда вот это желание под матрас-то складывается? Если мы вспомним историю, да, у нас государство не раз проводило динаминацию рубля, раз пять, где-то за время Советского Союза оно тоже происходило, и хранение денег ни к чему хорошему не приводит, потому что государство, это жесткий регулятор, который обычно дает один день на то, чтобы поменять всю валюту и получить новые рубли взамен старых. И если у вас они хранятся где-то под матрасом, это говорит о том, что с высокой долей вероятности вы эти деньги себе потеряете. А учитывая текущую цифровизацию, не стоит бояться, да, держать деньги на своих счетах, потому что даже в случае каких-то рисковых моментов, то есть динаминации, либо перерасчета рубля, это произойдет в автоматическом режиме. То есть вам не нужно будет ходить куда-то, это первый момент. А второй момент, с точки зрения доверия к банкам, не одна передача была, да, ни одно интервью, где спрашивали о том, каким банкам доверять и в какие они не стоит вкладывать. То есть как бы это стандартно, выбирайте те банки, которые имеют высокий рейтинг стабильности и те банки, в которых есть участие государственного регулятора. То есть это либо правительство Российской Федерации, или же это правительство регионов, потому что у нас еще остались регионы, в которых есть банки, где в капитале участвует правительство регионов. Мне кажется, что для большей части нашего населения биржа, инвестиции и так далее, это слишком сложные слова, и там даже разбираться в этих направлениях как-то боязно людям. Если говорить о вложениях в что-то более привычное, более осязаемое, куда можно сегодня вложить свои накопления? Может быть, это недвижимость. Сейчас мы видим хороший такой скачок на недвижимость. То есть понятно, что, наверное, техника нет, потому что она дешевеет с каждым днем. Может быть, это драк, металлы. Куда бы посоветовать? Значит, все почему-то уверены, что вложение в недвижимость – это всегда хорошо. Да, это классно с точки зрения сохранения ваших денежных средств. Но давайте не будем забывать, что стоимость квадратного метра четко привязана к спросу и предложению. Соответственно, почему растет спрос на недвижимость сейчас? Потому что понизили ставки ипотечные, поэтому увеличилось количество сдаваемых квадратных метров. Потому что вырос спрос. Это временное явление, потому что рано или поздно рынок будет перенасыщен ипотечными кредитами. И, соответственно, застройщики уже не будут так много вводить жилья. В результате цена на квадратный метр будет падать. Мое видение. В принципе, оно стандартное, скорее всего. И с точки зрения сохранения денежных средств, окей, вы можете вложить в недвижимость, но обещать вам доходность какую-то большую от нее никто не будет. И разбираться в возможности роста либо падения стоимости недвижимости не сложнее, чем разбираться в курсовых разницах либо в бирже. Потому что отслеживать нужно также федеральные законы, местные законы, ставку ключевую центрального банка, также ипотечные ставки, которые есть сейчас, и также кредитование населения, чтобы примерно хотя бы предположить, что будет со стоимостью квадратного метра жилья. Если мы говорим о стоимости драгметаллов в текущей картине, то, возможно, она будет расти еще долгое время. Потому что все-таки железо всегда лучше, чем виртуальные деньги, и никто не отменял привязку некоторых валют к стоимости драгоценных металлов. Но, опять же, вы на них тоже не сможете заработать. Это опять говорит о сохранении ваших денежных средств. Если мы говорим о машинах или же мы говорим о каких-то товарах, потребления, то это называется спекуляция. То есть вы можете заработать, а можете потерять. Как пример, у нас сейчас увеличивают экологический сбор на машины, в результате чего стоимость машин должна будет подняться. Вот вам типичная спекулятивная сделка. Вы сейчас покупаете, ждете увеличения стоимости машины, и потом ее продаете. Криптовалюта. Есть ли за ней будущее или это временная игра, которая долго не продержится? Криптовалюта очень рисковая вещь, рисковый инструмент, потому что государство очень ревностно относится к любой валюте, которая не может контролировать. Соответственно, государство никак не влияет на объем выпуска данной валюты, никак не влияет на ее хождение внутри мира и всех сетей. Поэтому всячески будут пытаться заблокировать эту возможность. Но оно уже расписалось в бессилии, потому что дали возможность декларировать доходы, полученные от продажи криптовалюты. Все-таки такие послабления некие сделали. Чтобы зарабатывать на криптовалюте, нужно тоже знать биржевой рынок, нужно понимать. Вот как пример, буквально недавно компания Tesla купила полтора миллиарда биткоинов, кажется. И все, да, спровоцировала спрос. И спровоцировала изменение курсовой разницы того же биткоина. Соответственно, тоже возможность зарабатывать есть, да, действительно. Возможность сохранения, скорее всего, нет, потому что очень велика вероятность, что риск потерять. Это рисковый инструмент в том числе. Поэтому я бы не рекомендовал тем людям, которые хотят сохранить свои сбережения, все-таки вкладывать в валюту, в том числе валюту, да, заниматься валютными спопуляциями. Впереди небольшая коммерческая пауза. Не переключайтесь. После рекламы расскажем, когда в Сургуте ждать ледоход. Наступившее потепление. Это навсегда или морозы еще придут? Можно ли прятать в шкафы зимнюю одежду, доставая на свет пальто и плащи? Короткой строкой еще некоторые важные интересные события этих семи дней. Также наши журналисты приготовили материал о нетривиальной ситуации жильцов 55-го дома на проспекте Мира. Там собственники не могут разобраться, по какому счету оплачивать взносы на капремонт многоэтажки. Вроде деньги перечисляют, но на реквизиты организации, которая сейчас в стадии ликвидации. Как же быть и почему вообще сложилась такая ситуация? Оставайтесь с нами. Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Главные новости этой недели вам рассказывают корреспонденты службы информации «Сургут Интерновостей» и я, Дарья Давыдова. В 2013 году региональным правительством в округе был учрежден Югорский фонд капитального ремонта. С того времени в рамках программы работы выполнялись в 3 305 многоквартирных домах. Средства на реновацию распределяются из так называемого общего кошелька. Однако, кроме счета регионального оператора, собственники многоэтажек могут выбрать альтернативный способ формирования фонда капремонта – специальный счет. Такой предпочли 179 сургутских домов или 15,5% от всего числа открытых спецсчетов по округу. К слову, это наибольший показатель по Югре. Держателем такого счета в 2014 году стал дом на проспекте Мира в Сургуте. Тогда жители на общем собрании приняли решение создать товарищество собственников жилья, сокращенно ТСЖ. Сделали это, как говорят, лишь для создания собственного счета. На управление и обслуживание дома заключили соответствующий договор с управляющей компанией, которая и ранее этим занималась. Сначала плательщики с азартом отслеживали, сколько уже накопили, а спустя несколько лет законодательно оказалось, что допущены ошибки в оформлении документов. Товарищество вынуждено было начать ликвидацию. Этот процесс затянулся на пару лет, и теперь собственники высотки сомневаются, можно ли платить по тем реквизитам, которые принадлежат ликвидатору. Какова судьба их накопленных кровных, и что будет со спецсчетом. Наша съемочная группа разбиралась в этих вопросах. В Сургуте собственники почти 180 многоквартирных домов предпочитают сами решать, на что и когда расходовать накопленные средства на капитальный ремонт. Для этого они создали специальный счет. Ради такого своего кошелька жильцы дома на Мира-55 в 2014-м решили учредить ТСЖ. Казалось, все продумали, плюс подписали договор на управление домом с УК Комфорт. В 2014-м году мы не знали о том, что по факту на доме может быть запрещено напрямую, чтобы ТСЖ нанимала в работу управляющую компанию. То есть в законе не было четких ограничений, четких запретов. Мы создаем ТСЖ «Вершина», но создавая ТСЖ «Вершина», мы преследовали только одну цель. И жителям это было известно. Цель была наша только одна. Мы хотели на доме создать спецсчет. Из-за допущенных ошибок в документах ТСЖ «Вершина» необходимо было ликвидировать. Либо исправить не только неточности в бумагах, но и начать управлять домом, как того требует обязательство. К слову, администрация Сургута направляла в адрес председателя и учредителей предписание поправить деятельность и устав, чтобы все соответствовало законодательству. Однако изменений не последовало. Тогда мэрия в ноябре 2018-го ходатайствовала в суде о том, что неисполнение требований является основанием для ликвидации ТСЖ. «Решением суда исковые требования удовлетворены. На председателя правления, учредителя и участников ТСЖ возложена обязанность срок не поздней шести месяцев с момента вступления решения в законную силу ликвидировать товарищество путем внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений о ликвидации ТСЖ «Вершина». Решение вступило в законную силу». У собственников высотки накопилось несколько вопросов. Для этого у них было время, пока ТСЖ находится в стадии ликвидации. Например, куда перечислять взносы, если в квитанциях указаны спецсчет и реквизиты РКЦ ЖКХ. На этот вопрос Ольга Леснова, экс-председатель товарищества собственников жилья, ответила утвердительно. Все средства продолжают пополнять спецсчет. Может, только с разницей в несколько дней. Когда средства приходят на РКЦ, они в течение пяти дней обязаны их нам перечислить на спецсчет. Поэтому, если житель оплатил напрямую на спецсчет, деньги поступают в течение 15 минут. Часто жители оплатили, мне прозвонили, открыли счет, посмотрели, деньги пришли. Если деньги поступили на РКЦ, они их саккумулировали, собрали и один раз в неделю их отправили на спецсчет. Следующее, что беспокоит людей, почему на сайте государственной информационной системы ЖКХ была указана владельцем счета капремонта управляющая компания «Комфорт». Оказалось, что последняя в своем личном кабинете физически может внести данные только свои или вообще ничьи. Что и сделали. Сначала владельцем значилось УК, но в протоколе прописали настоящего владельца счета ТСЖ «Вершина». Позже убрали эту информацию вообще, так как внести данные другого юрлица организация не имеет права. Графа осталась пустая. На этом у жильцов многоэтажки вопросы не закончились. Собственно, непонятно, что с этим ТСЖ, но в процессе ликвидации владелец, ну не владелец, а директор, наверное, этого ТСЖ, которого выбирали люди, она говорит, что вроде как ТСЖ работает и идет на контакт, но документы говорят об обратном. Беспокоит ситуация, что если вдруг когда-нибудь все жители нашего дома соберутся и проголосуют за то, чтобы воспользоваться денежными средствами с этого спецсчета, сможем ли мы сделать это? Юристы говорят нет. Счетом управляет ТСЖ «Вершина», а оно в настоящий момент является ликвидатором. Чтобы сохранить этот спецсчет в дальнейшем собственникам жилья, нужно уже сейчас определиться, куда передать владение им. Вариантов несколько. Первый – правильно создать новое ТСЖ. Второй – передать право владения управляющей компании. При смене держателя спецсчета ничего не меняется. Все прописано в законе. Если общее собрание сочтет нужным провести капремонт раньше срока, вернее, для этого возникнут какие-то объективные обстоятельства, то, естественно, по решению общего собрания эти средства будут направлены на выполнение работ по капитальному ремонту. Если жители 569-ти квартирного дома не смогут определиться в течение шести месяцев после завершения процедуры ликвидации ТСЖ, то их спецсчет перейдет в общий котел Югорского фонда капремонта. Там средства, полученные от собственников в одних домах, региональный оператор может использовать на возвратной основе для финансирования капремонта других зданий. Если собственники сейчас в данном случае ничего не сделают, то специальный счет просто будет закрыт, а деньги переведены в котел. Если специальный счет они открывают, то они самостоятельно. Мы можем быть владельцами специального счета, но при этом, если спецсчет открыт, то заниматься мы им не имеем права. Мы имеем право заниматься любым домом, только если он в котле. По словам уже недействующего председателя ТСЖ «Вершина», срок ее полномочий истек в октябре 2018 года. Ольга Леснова говорит, все необходимые данные с ее стороны были внесены в ЕГРЮЛ. Однако процесс ликвидации продолжается до сих пор. Отчего это зависит и кто компетентен довести это дело до конца, вопрос пока открытый. Зато судьба спецсчета собственников дома номер 55 на мира в их руках. Главное – не сидеть сложа руки и действовать самостоятельно. Андрей Лобов, Карина Алексанян, Денис Зонов, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное». На уходящей неделе у главы Сургута Андрея Филатова появился новый заместитель. Куратором строительной отрасли и сферы земельных отношений назначен Валерий Фомагин. Ранее он трудился руководителем компании «Северавтодор» в нашем городе, а до этого возглавлял департамент дорожного хозяйства и транспорта региона. Одним из ключевых для решения вопросов замглавы назвал ситуацию с проблемными долевыми домами. В приоритетах для заместителя главы по строительной отрасли еще один важный для Сургута вопрос – переселение из ветхого и аварийного жилья. Также Валерий Фомагин подчеркнул, что намерен эффективно использовать ресурсы в соответствии со стратегией развития муниципалитета и пожеланиями жителей. Те проекты, которые уже начаты в Сургуте, например, по благоустройству общественных пространств, будут однозначно продолжены. Ответил Валерий Фомагин на уже традиционный вопрос журналистов о возможных кадровых перестановках в департаментах, которые ему подведомственны. Он отметил, что те, кто хочет работать и будет эффективным в своей деятельности, должности сохранят. Там, цитирую, где мы будем видеть слабость, где мы будем видеть нежелание работать, либо какие-то другие аспекты, которые будут влиять на качество исполнения функционала по достижению результатов, здесь, видимо, без таких решений не обойдется. Конец цитаты. Продолжит выпуск дайджест недели важные и интересные новости короткой строкой. Татьяна Расторгуева. В Нижневартовске в среду утром дикий зверь посеял панику среди местных жителей. На улицу авиаторов вышел медведь. Он бегал по проезжей части и пешеходным дорожкам, явно не понимая, что происходит вокруг. Метался, пытался определить, куда бежать. Реагировал на лающих собак, проезжавшие автомобили, стоявших на автобусной остановке людей. Некоторые поспешили взобраться на крышу павильона, не желая близко встречаться с хищником. Другие скрылись в ближайших организациях и магазинах. В другом эпизоде зверь спрятался за сугробом и вышел к человеку, который разговаривал по телефону. Увидев косолапого, мужчина оцепенел и перешел к активным действиям по спасению своей жизни только после того, как медведь напал. Вортовчанину удалось убежать. Он быстро пересек дорогу, а медведя сбил автобус. Тяжелая машина не успела остановиться перед косолапом. Его водитель позднее рассказал журналистам, что специально наехал на животное, чтобы дать возможность человеку спастись. Перед столкновением работник транспортного предприятия затормозил, не желая причинить серьезных травм зверю. Хозяина тайги отловили, ветеринар установил, что переломов у медведя нет. Специалисты вернули животное в вольер и передали на ответственное хранение хозяину. Он объяснил, что приобрел медведицу и ее маму для рекламы своей гостиницы. Поводов наказать предпринимателя пока нет. С документами все в порядке, а для диких питомцев были созданы все необходимые условия. Новых хозяев для медведиц ищут. Глава города Василий Тихонов рассказал, что дал задание специалистам подобрать для хищника достойное место обитания. В Сургуте набирают волонтеров в проект формирования комфортной городской среды. Вступить в ряды добровольцев может любой желающий старше 16 лет. В обязанности участников будет входить информирование жителей о том, как, где и за какой объект благоустройства в Сургуте можно проголосовать. С 30 апреля по 29 мая в двух торговых центрах разместят информационные стойки, рядом с которыми будут работать волонтеры. Заявки на участие можно подать до 22 марта в Молодежном ресурсном центре по адресу Гагарина 4 или с помощью сайта добро.ру. Конечно, преимущества есть. Вообще, в целом, добровольчество сейчас очень ценится в России. И регистрация происходит на официальном портале Добро.ру. Там есть у каждого волонтера личная волонтерская книжка. Он получает там свои часы, он получает там специальные отметки. И, конечно, участвуя в дальнейшем в других проектах, устраиваясь на работу в новое место. Он об этом рассказывает, и лояльность к нему становится намного выше. Его компетенции улучшаются. Он учится общаться с людьми, коммуницировать, не бояться подходить, выходить из конфликтных ситуаций. Власти Сургута весной примут в собственность более двух десятков проездов, ранее признанных бесхозяйными. Во втором квартале состоится судебное заседание, на котором статус таких объектов будет определён. Ещё почти столько же ждут своей очереди. Формальности должны уладить до конца 2021-го. Процедура затяжная. Каждый из проездов нужно поставить на учёт, составить паспорт, обратиться в суд. После первого слушания должен пройти год. Такой срок даётся на поиск возможных хозяев территорий. Если претендентов нет, тогда бесхозные объекты переходят в муниципальную собственность. Таковых за последний год набралось 18. Важность определения собственника проявляется в вопросах содержания, чистки от снега зимой и ремонта летом. На этот год у нас пока запланировано 6 проездов к ремонту. Мы старались их выбирать в первую очередь, конечно, по состоянию. Вторая – это их месторасположение вокруг обустроенных территорий, чтобы это не было таким каким-то пятном позора, назовём его так. Ну и, опять же, востребованность третья. Работы на шести городских проездах начнутся летом. Всего же на обслуживании у специалистов дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Сургута находится около ста таких дорог. Половина из них в разной степени нуждаются в ремонте. Общая потребность на реновацию – примерно полмиллиарда рублей. А дороги в Сургуте начнут ремонтировать, как только сойдёт снег. Протяжённость улиц, на которых в этом году появится новый асфальт, превысит 5 километров. По национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги преобразятся те участки, за которые проголосовали сургутяне. Так, приведут в порядок проезжую часть на Быстринска и Крылова, восстановят покрытие на трёх пусковых комплексах на Югорском тракте. Продолжат реновацию Маяковского. Там начнут ремонт участков от мира до 30 лет победы и от профсоюзов до нефтеюганского шоссе. А также доделают начатый в прошлом году фрагмент улицы между мира и профсоюзов. Татьяна Расторгуева, Дарья Давыдова. Специально для программы «Новости. Главное». Зима морозная, лето жаркое. Если верить этой народной примете, пора отпусков в Сургуте будет не просто тёплой, а знойной. Ведь прошедшая зима стала самой холодной за последние пять лет. По данным Гидрометеобюро, среднемесячные температуры снежного времени года в нашем городе были ниже многолетних норм. Самым холодным оказался январь. В этом месяце показатель отличался от привычных цифр на семь делений. Средняя температура воздуха составила минус 28,5 градусов. Синоптики отмечают, что осадки выпадали в пределах нормы. За исключением того же месяца в январе аномалия составила 132%. А какой будет весна? Как это время года встречают представители коренных народов Севера? И когда можно будет подальше прятать шубы и валенки? Расскажет Юлия Бабёнышева. По календарю весна, но за окном у югорчан пока еще снег. В прошедшее воскресенье 14 марта сургутяне провожали холодную зиму и активно зазывали тепло, солнце и капель. Песнями, плясками, хороводами и блинами. Морозы уже порядком надоели. В семье Ивановых, например, признались, что актировкам в школе у ребенка рады не были. Ребенка никак не проконтролируешь, то есть не поможешь ему вовремя. Если бы у одноклассников он мог в школе что-то поспрашивать, или у учителей напрямую. А в связи с онлайн-обучением этим не особо. А еще в морозные дни повышался спрос на такси, а вместе с ним и цена. Плюс ко всему зимние снежные коллапсы на дорогах, да и на улицу лишний раз не выйдешь. Светлана Тачева отмечает, в этом сезоне пришлось ограничивать себя и дочь Машу в прогулках. Зимой нынче всего хватало. И снега, и мороза. Настоящая зима. Всему свое время. Скоро и весна придет. Конечно, ждем. Природа просыпается. Солнышко побольше становится. Настроение улучшается. Метеорологи обещают, что в апреле среднемесячная температура воздуха составит минус 3, плюс 4 градуса. Это выше нормы на пару делений термометра. В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от минус 2, минус 7 до минус 8, минус 13. Днем от нуля до плюс 5 градусов. И от плюс от нуля до минус 5. И во второй и начале третий декад преобладающий температуру воздуха ночью минус 4, плюс 1 градус. И днем плюс 2, плюс 7 градусов. В конце апреля ожидают понижение температуры воздуха ночью до минус 5, минус 10 градусов. Днем столбики покажут минус 2, плюс 3 градуса. Месячное количество осадков предполагают больше нормы. Она для сургута составляет 31 миллиметр. Преимущественно увидим мокрый снег и дождь. Что касается гидрологического прогноза, то его составляют в первой декаде апреля после так называемого максимального снегонакопления. Специалисты проанализируют количество выпавших осадков, температуры. Пока рано говорить о сроках вскрытия оби и паводки. Многолетняя, можно сказать, историческая дата ледохода в Сургуте примерно 10 мая. Вообще весна у нас, как вы знаете, такая бурная, она непродолжительная. Все это так вот быстро снег падает, температуры повышаются. Надоело уже холод. Так что это, я хоть люблю холод, мне нравится зима, но все равно хочется близко к лету. Так что я тут 47 лет тут живу. Тепло, чтобы было морозным, да или снег. В универ неудобно ходить. Конечно, жду. У нас каждый год такие морозы жуткие. Конечно, ждем, кто ее не ждет. Чтобы тепло было, наконец. Чтобы снег уже растаял, и все, можно было гулять спокойно. А не вот так вот. Когда кто-то перчатки забыл, и все. На Руси всегда считали, если птицы прилетают с юга, это к теплу. 17 марта по народному календарю был день Герасима Грачевника. В этот день прилетают с теплых краев грачи, приносят тепло на своих крылышках, сооружают свои гнезда. И люди наблюдали, что, может быть, в этот день, если они сразу начинают копошиться в своих гнездах, то уже скоро, в ближайшее время будет теплая весна. А еще скоро будет у нас 22 марта. По народному календарю это 40 сороков. То есть в этот день тоже прилетают еще и другие птички. Жаворонки, синички. Весну зазывали при помощи закличек. Пели веснянки. Это коротенькие песенки, которые ассоциировались с весной, с девушкой-красавицей, которая приходит на сахе, на баране, и вместе с ней прилетают птицы. При этом использовали деревянные и глиняные свистульки, которые имитировали голоса пернатых. Весна красна, ночом пришла на протеке, на хомотеке, принесла копель, соловьеной отрель, човель-вель-вель, жаворонушки. Човель-вель-вель, жаворонушки, прилетете к нам, принесете нам. Лето теплое, солнце красное, нам зима надоела, весь хлеб переела. Чувель-вель-вель, жаворонушки. У коренных народов севера с приходом весны были связаны различные приметы и гадания, какой будет погода, улов рыбы, сбор ягод. Например, если первая прилетевшая ворона сядет на низкое дерево, весна будет скоротечной, если на высокое – затяжной. По древним поверьям народов Ханты и Манси, ворона – вестник весны, символ пробуждения и обновления. Ханты и Манси очень любят ворону, считают ее самой красивой птицей. Существует даже национальный праздник – Вороний день. Обязательно проводили обряд поклонения домашнему очагу. Это в самую первую очередь. Задабривали домашний очаг. То есть тем самым открывая новый сезон, весну, проводили обряд, выходили на улицу матери-земли. Также проводили обряд поклонения березы. Детки в этот день обязательно и взрослые завязывали ленточки на березы и загадывали желания. Они знают, что Торум всегда исполнит их желания. Гея, 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 г Песня восхваляет птицу. Рассказывает, что ворона-женщина летит, на своих крыльях несет весну и радуется, сколько народилось мальчиков и девочек. Национальный праздник Вороний день ежегодно отмечают во вторую субботу апреля. В этом году этот день выпадает на 10 число. Возможно, именно тогда у нас весна окончательно вступит в свои права. Юлия Бабенышева, Владимир Федоров. Специально для программы «Новости. Главное». Это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, смотрите программу новости «Сургут-24». Читайте наш сайт indefisnews.ru. Впереди реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Московский областной государственный академический театр «Русский балет» при поддержке благотворительного фонда «Траектория надежды» представляют. 9 апреля в 19 часов на сцене Сургутской филармонии фантастический балет, который можно смотреть бесконечно. Знаменитая «Жизель». Билеты уже в продаже на сайте kassir.ru. Категория 6+. Не забудьте перемешать все ингредиенты в глубокой кастрюле и обжарить. Не забудьте перемешать все ингредиенты в глубокой кастрюле и обжарить. Кто там? Зачем такие сложности? Не отвлекайтесь от важного. Управляйте домофоном через ваш смартфон, не вставая с места. Телеплюс. Узнайте подробности. Субтитры подогнал «Симон» Телеплюс. Субтитры подогнал «Симон»